И вот новые сведения сегодня опубликовала Третья штурмовая бригада. Кто не знает, кто не в Украине, это, наверное, сейчас одна из самых знаменитых украинских бригад. Третья штурмовая, здесь реклама Третья штурмовой висит по всему Киеву, записывается в Третью штурмовую. Такие, в общем, очень, как сказать. Вот я подозреваю сильно, что когда президент Зеленский давал поручение Сырскому, как изменить управление войсками, он ссылался на Третью штурмовую. Он говорил, надо сделать, как уже сделано в некоторых бригадах, вот так-то, так-то и так-то. Вот такую систему ротации, такую систему того, такую систему сего. И, судя по всему, описывал он Третью штурмовую бригаду. Знаменитая бригада, очередь поэтому стоит из желающих добровольцами туда служить. И вот Третья штурмовая бригада, как выяснилось, была переброшена в Авдеевку. И, как они говорят, нам приходится воевать на 360 градусов. Ну, то есть, со всех сторон одновременно идет враг. Авдеевский ад, пишут они, Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая. Отдельные батальоны Третьей штурмовой бригады провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют семь бригад. При этом двум бригадам россиян нанесено критическое поражение уже в городе Авдеевка. Значит, командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий отметил, что бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм, вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводят на Авдеевку противник. Вот такая нелегкая история сейчас в Авдеевке, поэтому не удивляйтесь, если ее постигнет судьба Бахмута. Ну, никто не удивится. А может и нет, раз туда зашла Третья штурмовая, может быть, решили что-то сделать другое с россиянами на этом участке фронта. Всего же за вчера 950 уничтоженных россиян на фронте, уже общая сумма 399 с лишним тысяч, то есть вот завтра, скорее всего, будем праздновать 400-тысячного убитого россиянина. 9 танков, 47 БМП, 54 артиллерийских орудия, снова какая-то большая сумма, хотя вчера была рекордная 66. Это на фронте, но фронт есть и за линией фронта, как говорил название одного советского фильма о войне. Итак, что мы за сегодня, только за сегодня успели? Ну, Белгород я уже упомянул. Ну, слушайте, мы постепенно число ударов по России, оно так сравнивается с числом ударов россиян по Украине, да? Белгород понятно. Курская область. В Курской области мы вчера разбомбили, ну, как вчера, сегодня ночью, разбомбили нефтебазу. Горело красиво. Нефтебаза в Курской области. Плюс один можем туда рисовать. Плюс одна нефтебаза. Я думаю, НПЗ надо отдельно писать, нефтебаза отдельно. В общем, плюс одна нефтебаза. Но это не все. Алтай. Не представляете, где Алтай и где мы? Алтай – это там далеко, горы. Кыргызстан. На Кыргызской границе этот Алтай. А может, на Казахской. Ну, где как. На Алтайском оборонном заводе взрыв и густой дым. Власти говорят, что это произошел, говорит, хлопок, хлопок, говорят они. Внимание, говорит, мэр Бойск, город Бийск. Мэр Бийска говорит, внимание, сегодня байчане услышали хлопок в районе промзоны. Это, говорит, все согласно технологическому процессу. Проводились работы. Одним из предприятий нашего города повода для беспокойства нет. Повода для беспокойства настолько нет, что в домах вылетели стекла от ударной волны. Закачались дома. И горит, полыхает предприятие, которое входит в госкорпорацию Роскосмос. Производит, в частности, боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей. Это предприятие давно уже в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии. Поэтому наши знали, куда бить. Ну и новые подробности вчерашнего успеха наших военных. Поражение корабля Цезарь Кунников. Большинство экипажа Цезаря Кунникова не выжило. Так сообщил представитель главного управления разведки. Все пошло по плану, результативно. Вражеский корабль уничтожен, не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект. По имеющейся информации, большинству экипажа не удалось спастись. Позже уже пришло сообщение о какие-то перехваты, я так понимаю, из российской службы спасения. И, согласно ей, вообще один матрос, которого спасли из этого Цезаря Кунникова. Ну тут, я не знаю, одно с другим совпадает или нет. Ну и еще пришли сведения, что судя по усадке корабля, усадке, ну в смысле, насколько он был погружен в воду в момент нападения на него нашего, он перевозил тяжелые какие-то грузы, возможно, военную технику перевозил. И вся военная техника вместе со всем экипажем, собственно, и пошла ко дну. Уже нас поздравила, поздравила Великобритания с этим большим успехом, сказав, что вот, вот так будем громить Россию на Черном море. Госдеп США тоже отметил, прямо Госдеп отметил креативность украинских войск. Эти удары беспилотников в Черном море, серьезное дело, тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черном морском регионе, сообщил представитель Госдепа. Он добавил, что это все было достигнуто благодаря изобретательности, а также поддержке со стороны союзников и партнеров, конечно, но на самом деле, благодаря выбранному Украиной, креативному и технологическому передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море. Да, но еще раз спасибо нашим воинам и тем, кто сегодня в Авдеевке, и тем, кто вообще на фронте, и тем, кто сегодня ночью ракетами ПВО, например, спас меня и многих из вас от русских ракет, и тем, кто вчера потопил этого сраного Цезаря Кунникова, вроде говорили, говно не тонет, а вот же утонуло. Но внутри этой фразы Госдепа есть одна вот эта, поддержка со стороны союзников. Я подумал так, ну, морской беспилотник точно наш, потому что они же там не разрешают что-то своими, да? Значит, это все наше, значит, они навели нас, наводчики. Мы на, я налетчица, я наводчица, я подручная, у воров, глазки смелые, да, что-то губные, ножки стройные, будь здоров. Так что наводчиками выступили наши партнеры, я думаю. Навели нас на Цезарь Кунников, за что им большое, огромное, человеческое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.